Всем привет! В данном видео я продолжаю рассказ о Creative Bundle для Blender. В этой части я покажу еще несколько крутых инструментов, которые ускорят Вашу работу с Hard Surface Asset. Ссылку на предыдущую часть, а также сам плагин я оставил в закрепленном комментарии. Кстати, недавно вышло мое интервью для 3D-Papa, а также статья о груминге реалистичной шерсти в новом 3D World. Ссылки будут также в закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Теперь давайте поговорим о режиме Add. Этот режим делает почти то же самое, что и Cut, но только добавляет, а не вырезает объекты. То есть, если Вы нажмете H, то увидите те же самые операции, как и в Cut режиме. Например, переходим во второй режим. Для этого нажимаем клавишу 2. Затем рисуем какую-то такую форму. После чего делаем Array. Сглаживаем эту форму с зажатым Alt. Нажимаем пробел и с зажатым CTRL-ом выдавливаем и снова нажимаем пробел. Далее исправляем Width и получаем такой цельный объект. Если посмотреть на его сетку, то Вы это заметите. В этом и есть основная функция этого режима. Добавлять объекты. Далее Вы можете использовать режим Slice. Он позволяет сделать так называемую нарезку объектами. То есть, когда между основным объектом и объектом вычитания появляется маленький шов. Например, если перейти в третий режим и нарисовать круг, то Вы получите такой шов. Следующий аддон в пакете Creative Bundle, о котором я хочу рассказать, это Ice Tools. Горячие клавиши для вызова его меню. CTRL-SHIFT-X. Первый инструмент, который я хотел бы показать. Draw Poly Mesh. Он позволяет Вам рисовать новые объекты в пространстве. При этом, они не сливаются с основной сеткой. Функционал у него такой же, как и у Кубер. То есть, все те же самые горячие клавиши. Например, Вы опять же можете выбрать второй режим и нарисовать многоугольник. И если нажать пробел, Вы получите абсолютно новый независимый объект. С CTRL увеличим его глубину. Кстати, каждый новый объект в Ice Tools создается с Origin, который привязан к предыдущему объекту. И если Вы, например, захотите повернуть такой объект, то он будет поворачиваться вокруг этой точки. Чтобы ее сместить в центр объекта, нужно просто нажать правую кнопку мыши. В появившемся меню, выбрать Set Origin и далее Origin to Geometry. И теперь, если попробовать вращать объект, Вы увидите, что он вращается вокруг своей оси. Также, при желании, можно сместить эту точку туда, где находится 3D-курсор. Например, Вы хотите включить вращение вокруг данной точки. Для этого, просто выбираем курсор, ставим его в эту точку или кликаем правой кнопкой мыши с зажажатым SHIFT. Затем, открываем меню правой кнопкой мыши, выбираем Set Origin, Origin to 3D-курсор. Таким образом, Вы сможете вращать объект вокруг этой точки. Также, я хотел бы рассказать о дополнительной навигации, которую я использую в Blender. Это я сделаю для того, чтобы Вы, например, понимали, как у меня получается так легко и быстро перемещать объект, только по определенной оси, без специального манипулятора трансформации. Все достаточно просто. Каждую функцию трансформации, можно привязать к определенной оси. Например, чтобы переместить объект по оси Z. Для этого, сначала нажимаем клавишу G, затем Z и двигаем мышкой. Но это перемещение в мировом пространстве. А если же, Вы хотите перемещаться в локальном пространстве объекта, то снова нажимаем G и уже 2 раза Z. Давайте еще раз проверим эту функцию. Например, повернем объект таким образом. И попробуем переместить его в локальном пространстве. Для этого нажимаем G и 2 раза Z. И как можете заметить, перемещение объекта производится так, как нам нужно. Если Вы хотите передвинуть объект по локальной оси X, нажимаем G и 2 раза X. И я думаю, Вы уже заметили, что все привязывается к этой точке, которую мы установили ранее. Если же Вы хотите ее вернуть в центр объекта, используем Set Origin, Origin to Geometry. Так вот, эти знания Вам пригодятся во время создания объектов в 3D пространстве с помощью ICE Tools. Кстати, Вы также можете создавать эти объекты из фейсов основного объекта. За это отвечает функция Get Poly Mesh. Активируем ее и выбираем любой из фейсов или несколько. С помощью зажатого Ctrl делаем Insert. Далее нажимаем пробел. С той же клавишей настраиваем глубину и снова нажимаем пробел, чтобы применить изменения. Затем к полученному объекту применяем Weight Normals. После чего его можно переместить в пространстве или сразу же сделать булевые операции. Для этого выбираем основной объект, затем тот, который будем вычитать и в Ice Tools активируем Cut, чтобы сделать вычитание. Add, чтобы слить объекты и Slice, чтобы сделать шов. Кстати, после применения любого из режимов, очень круто то, что в любой момент Вы можете переместить объект и получить, например, шов такого вида. Чтобы запечь все булевые операции, Вам нужно выбрать каждый из объектов, затем вызвать меню Ice Tools и активировать опцию Apply Visible. Таким образом, Вы запечете все действия с буллином. Следующая функция, которую я бы хотел показать в Creative Bundle, это использование Shrink Wrap to Target. Нажимаем Ctrl-Alt-X и внизу Вы увидите ее. Кстати, я напомню горячие клавиши для плагина, чтобы если что, Вы их изменили и не путались. Для вызова Кубер я использую Ctrl-Alt-X. Для Ice Tools – Ctrl-Shift-X. И как раз Shrink Wrap to Target находится в Ice Tools. Перед тем, как приступать к его демонстрации, переходим в этот режим и для этой стороны сделаем Bevel. Так как так, проще будет понять, как используется модификатор и в чем его польза. В режиме Edges выбираем это ребро и нажимаем Ctrl-B. Передвигаем курсор вверх и средним колесом мыши настраиваем количество сегментов. Затем нажимаем левую кнопку мыши, чтобы применить действие. Далее переходим в Object Mode и с помощью правой кнопки мыши делаем Shade Smooth. Затем нажимаем Ctrl-Alt-X и выбираем Add Weighted Normal. Снова нажимаем ту же комбинацию и настраиваем радиус фасок с помощью параметра Width. В итоге мы получили такой объект. Теперь нам нужно создать объект, который будет проецироваться на этот меш. Для этого вызываем Ice Tools с помощью Ctrl-Shift-X. И выбираем инструмент Draw Poly Mesh. Затем настраиваем такой ракурс камеры. Рисуем прямоугольник и нажимаем пробел. С помощью Ctrl-Alt-X настраиваем глубину и снова нажимаем пробел. Пока, как Вы видите, этот объект не повторяет форму основного. То есть нам нужно включить проекцию с помощью Shrink Wrap. Чтобы он правильно проецировался и повторял изгиб, к этому объекту нужно применить Subdivision с несколькими уровнями. Для этого выделяем его. Заходим в этот режим. Далее вызываем Ice Tools с помощью Ctrl-Shift-X. И кликаем на эту опцию. Снова нажимаем эту комбинацию и выбираем Auto-Create. В настройках объекта для параметра Subdivision Report устанавливаем значение, равное 4. Далее выходим из Edit режима. Выделяем данный прямоугольник. Нажимаем Ctrl-Shift-X и выбираем Shrink Wrap to Target. В появившемся окне Вам нужно выбрать две опции. Add Shrink Wrap и Subdiv Wrap. При желании Вы можете настроить смещение модели с помощью параметра Offset. Я обычно ничего не трогаю и нажимаю ОК. В итоге Вы спроецируете этот объект на главный. Теперь, если передвигать данную модель, она всегда будет проецироваться и повторять форму. Но будьте аккуратны с этим модификатором. Иногда появляются такие баги. Затем, после того, как Вы выбрали нужное положение, снова нажимаем Ctrl-Shift-X и выбираем Apply. Таким образом, Вы примените все действия. После чего, можно нажать Ctrl-Shift-X и выбрать опцию Reset, которая позволяет сделать зеркальное отражение по любой из осей. В данном случае, подойдет ось X. Следующая функция в Creative Bundle, которую я хочу показать, это Preview материалов. Когда Вы выбрали любой из объектов в сцене, можно нажать Ctrl-Alt-X и назначить новый материал с помощью опции New. После чего, Вы можете выбрать любой из пресетов. Но, чтобы их видеть, нужно перейти в режим Viewport Shading. В Creative Bundle есть несколько пресетов, которые можно использовать для Preview ваших моделей. Далее, iStools еще можно использовать для органического моделирования по модели. То есть, сделать какие-то детали для лица или тела персонажа. Как это можно реализовать? Во-первых, выбираем модель, по которой хотите рисовать. Затем нажимаем правую кнопку мыши, переходим в меню Set Origin и выбираем Geometry to Origin. После чего, Вам нужно включить привязку по Face и выбрать опцию в режиме Edit Mode, которая называется Project Onto Self и Project Individual Elements. Далее, нажимаем Ctrl-Shift-X, чтобы вызвать Ice Tools и выбираем опцию Draw Poly Mesh. Но перед тем, как приступать к рисованию полигонов, нажимаем Shift-Tab, чтобы привязать Origin to Surface. Затем нажимаем 2, чтобы выбрать рисование полигонами. После чего, нажимаем Q и снова 2. Это делается для того, чтобы во время рисования полигонов, у Вас соединялись точки. Иначе, будет получаться такая геометрия. Как видите, точки не соединяются ребрами во время рисования. То есть, вся комбинация выглядит таким образом. Ctrl-Shift-X, Draw Poly Mesh, затем Shift-Tab и Q-2. И теперь рисуем любую геометрию. Затем нажимаем пробел, с помощью Ctrl-Shift-X, настраиваем глубину и чтобы применить действие, снова пробел. Далее, Вы можете зайти в меню Edit и выдавливать Edge, нажимая клавишу E. Затем применяем Subsurve и Auto-Create. После чего, моделируем форму таким образом. Не обращаем внимания на то, что геометрия пересекает голову. Мы это можем исправить в дальнейшем. После того, как форма готова, применяем Shade Smooth. Затем с помощью Ctrl-Alt-X, Add Weighted Normals и используем Shrink Wrap to Target, который я показывал ранее в этом уроке. Кстати, в любой момент Вы можете изменить Subdivision Level у данной модели. Для этого нажимаем Ctrl плюс любая из цифр. Один это первый левел, два второй, три третий и так далее. Затем, когда Вы уже довольны формой и хотите ее запечь в геометрию, то есть применить все модификаторы и действия. Нажимаем Ctrl плюс Shift плюс X и выбираем Apply. Таким образом, у Вас получится полноценная геометрия, с которой можно работать в дальнейшем. Итак, чтобы показать следующую крутую особенность Creative Bundle, я создам объект из полигонов данного меша и буду работать с ними. С помощью Ctrl-Shift-X, активирую Get Poly Mesh и выделяю часть полигонов таким образом, чтобы создать какой-нибудь Props для этого персонажа. После того, как Вы выделили часть полигонов с этим инструментом, нажимаем пробел, затем с помощью Ctrl настраиваем глубину и снова пробел, чтобы применить действие. Далее, с помощью Ctrl плюс Alt плюс X, используем Add Weighted Normals. Затем, заходим в режим редактирования ребер и выбираем какую-то их часть. После чего, нажимаем Ctrl плюс Alt плюс X, активируем Mark Sharp и в появившемся меню снизу включаем все опции. После этих действий, нажимаем Ctrl плюс Alt плюс X и выбираем Split M-Sharp. В итоге, Вы получите отдельную деталь, глубину которой можно настроить с помощью Ctrl плюс Shift плюс X и опции Edit B Mods. Для этого, зажимаем Ctrl и двигаем мышкой. Затем, нажимаем пробел, чтобы применить это действие. То есть, я думаю, Вы поняли, что с помощью данного инструмента, можно очень быстро создавать разные детали для пропсов. Далее, назначаем любой из пресетов для материалов с помощью функции, которые я показывал ранее в этом уроке. Чтобы было удобно различать эти детали. Сейчас, я также хочу показать Вам еще одну крутую функцию этого инструмента. Снова, заходим в Edit Mode. Выделяем какие-нибудь ребра. Затем, нажимаем Ctrl плюс Alt плюс X. Кликаем на Mark Sharp, возвращаемся в Object Mode, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс X, выбираем Reset и в появившемся окне активируем эти опции. После чего, просто настраиваем Width для Weighted Normals. Таким образом, Вы получите цельную геометрию с таким швом. Также, при желании, можно использовать инструмент Knife для добавления дополнительных ребер. Чтобы его активировать, нажимаем Key и просто рисуем нужные ребра. Далее, в любой момент можно отделить любую из деталей и снова редактировать с помощью B-Mod. С помощью Creative Bundle можно достаточно быстро моделировать сложную геометрию. С помощью швами и разными уровнями деталей. Скорее всего, Вы заметили данный баг. Сейчас я его исправлю. Для этого, просто нужно зайти в Edit Mode, выбрать все вертексы, нажать Alt плюс M и выбрать By Distance. После чего, настраиваем расстояние в Mesh Distance, чтобы шить все выбранные вертексы. Затем, при желании у этого цельного объекта, можно выключить симметрию и добавить еще швов и других деталей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующую крутую функцию я хочу показать на простом боксе. Но сначала его немного отредактируем. Заходим в режим Face и удаляем эти стороны, чтобы получить такой объект. Далее передвигаем нижний Эйдж таким образом. С помощью клавиши E выдавливаем верхнее ребро. И с помощью JX немного смещаем по оси X. Далее переходим в Object режим. Нажимаем клавиши Ctrl-Shift-X. Выбираем Reset. Включаем опцию Use Solidify и кликаем на ОК. После чего, снова нажимаем эту комбинацию. Выбираем Edit B Mods. И с помощью клавиши Ctrl-Shift-X настраиваем глубину объекта. Итак, допустим у Вас есть такая панель и Вы хотите добавить много разных деталей на нее. Разрезать каждый Face с помощью Knife достаточно долгое занятие. И это не всегда удобно. В CreativeBuddle есть специальный инструмент, который проецирует любую сетку на объект. Сейчас я покажу, как с ним работать. Для того, чтобы активировать инструмент, Вам достаточно выбрать любой из фейсов, на которые Вы хотите спроецировать сетку. Затем нажимаем Ctrl-Alt-X и выбираем Draw Cut Grid. Далее кликаем в любом пространстве возле объекта и растягиваем эту сетку таким образом. С помощью стрелок вверх или вниз, настраиваем плотность этой сетки. С помощью W, A, S, D можно настроить поворот и в общем, я думаю Вы поняли, что здесь работают все горячие клавиши, как и в предыдущих инструментах, которые я показывал в уроках по Creative Bundle. Далее выбираем положение сетки и нажимаем пробел, чтобы спроецировать ее на Face. Теперь эту сетку можно использовать для отдельных деталей. То есть нажимаем Ctrl-Shift-X, затем выбираем инструмент Get Poly Mesh, выбираем нужные фейсы. Нажимаем пробел, с помощью Ctrl настраиваем глубину и снова нажимаем пробел. В итоге получаем отдельный объект из этих фейсов. Субтитры создавал DimaTorzok Самое интересное, что эту сетку можно спроецировать на новые объекты и получить еще более мелкие детали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преимущество этого метода в том, что каждая деталь является обычной плоскостью Solidify модификатора. То есть это значит то, что Вы можете с помощью того же Ghost Knife разрезать фейс и просто удалить данную часть. Если бы это был обычный Extrude, так бы быстро это не получилось. Пришлось редактировать фейсы и закрывать пробелы. Также после того, как Вы сформировали деталь, Вы можете применить предыдущую технику, которую я показывал. С помощью Mark Sharp. Таким образом, используя эти два инструмента, можно быстро формировать сложные формы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Об остальных инструментах, поговорим в следующих частях. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...